Проникновение в душу человека, чтобы душа откликалась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», 16 том. Тема «Семья». Вопрос 3047. Если кто-то к Богу обратится, а вторая половина не уверует, то как им теперь жить в мире? Ответ Игнатия Лапкина. Развод со стороны верующей половины противопоказан. 1 Коринфянам, 7 глава, с 12 по 13 стих. «Впрочем же я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. И это нужно перенести с помощью Божьей. Время идет, и как-то все изменится, хотя внешне может быть и хуже уже бывшего. «Хочу рассказать о своем уверовании в моего личного Спасителя Господа Иисуса Христа. Мне было уже 30 лет, а я все еще не верил в Бога, к сожалению. И тут Господь мне устраивает встречу с человеком, который рассказывает о Библии, о Боге. И мне слушать его было интересно. В один из вечеров он говорит, что после смерти у нас будет жизнь вечная, и конца и края ее никогда не будет. Я сильно задумался. Как так? Стал искать книгу, Библию. Нашел неполную. В ней было 66 книг. Прочитал полностью первый раз и отложил. И стал жить, как и жил дальше. Моя мама умерла в 1998 году, и меня это горе зацепило. Я с семьей пошел в храм и покрестился. Без веры в Господа. Продолжал жить, как и раньше жил. Грешил, ходил на исповедь, опять грешил. Изменений не произошло во мне. Но у меня постоянно возникали вопросы по вере. Почему крещение платное? Почему мало спасающихся? Почему патриарх живет не так скромно, как апостолы? И это все я спрашивал у Бога. А Господь сказал, Матфея 7, 7 по 8 стихи. Просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Прошло уже пять лет после моего мнимого крещения. И тут отец Александр Желтухин привозит книгу к истинному православию. И брат Владимир Пищиков дает ее мне почитать. И при этом говорит и успокаивает меня, чтобы я не делал быстрых выводов, а подумал. Стал читать эту книгу и в процессе чтения все больше убеждался в правильности написанного. Господь стал касаться моего сердца. После прочтения этой книги я встал перед Господом и Иисусом Христом на колени. Ибо осознал, что я жил все это время по своим похотям, а Господь все это время меня ждал. Какой же он долготерпеливый и многомилостивый. У меня внутри произошел переворот. Меня развернуло на 180 градусов в обратную сторону. Со мной случилось покаяние сердечное. Я почувствовал в себе сильное изменение поступков слов, поведения. И почему-то мне захотелось обойти всех тех людей, кого я когда-то обижал. И лично у всех попросить прощения. Что я и сделал. Стал доверять Библии. И полностью доверяюсь ей, тому, что в ней написано. У меня возник вопрос. Как совершить полное погружение? Довершить обряд? Об этом у меня говорило все внутри. Вскоре уезжает отец Александр Налтай в деревню Потеряевка. И там крестится в полное погружение. Приезжает к нам и обо всем рассказывает. Это было осенью 2003 года. Лично мое обращение в веру произошло в августе 2003 года. А в 2004 году, 5 января, мы довершили обряд полного погружения во имя Отца и Сына и Святого Духа. В этот день я родился заново от Духа Святого. Филиппийцам 1.21. Ибо для меня жизнь – Христос. И смерть – приобретение. Я благодарю Господа Иисуса Христа, что Он нашел меня много грешного, омыл, дал мне Духа Святого и сказал, иди, и впредь не греши. Помоги мне, Господи, устоять в вере. Умножь в нас любовь, терпение, смирение, кротость, чтобы исполнять во всем Твою святую волю, чтобы быть ревностным свидетелем Слова Твоего. Римлянам 10.17. Итак, вера отслышания, отслышание от Слова Божия, чтобы и другие познали эту радость освобождения, радость свободы. Помоги нам, Господи, грешным. Взаимоотношения с женой у меня бывают разные. То наступает мир в семье, то сатана подступает, такая злоба выплескивается. И все чаще говорит о разводе. Похоже, к этому и идет. Я молю Господа, чтобы мне поступить по Его воле. Ничего во мне не видит хорошего. Сильно жалеет, что встретила меня. Но иногда спокойно слушает Слово Божие. Индекс 623-795. Свердловская область, Артемовский район, село Покровское, улица Ленина, 51А. Смирнягину Андрею М. 1 Коринфянам, 7 глава, 15 стих. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Сирах, 26-24. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Сирах, 41-23. Друг и приятель сходятся по временам, но жена с мужем всегда. У одной верующей сестры муж неверующий при детях привел чужую женщину и с ней тут же и живет. И вот как сестра этот крест несет. Она пишет. Ум мне говорит, что муж мне, может, и не нужен, но душа и сердце кричали. Люблю. Вернись. Сделаю все, чтобы ты спасся. Облегчение не наступало. И я стала просить Господа указать мне, что я могу еще сделать. И постепенно я пришла к мысли, что мне нужно принести покаяние. И как можно быстрее. А не ждать приезда батюшки. И еще меня осенило. Даруй мне, Господи, видеть мои грехи, а не осуждать брата моего. Мы же так молимся каждый день сейчас. А я-то была погружена в грех мужа. И вот я села и с Божьей помощи написала столько грехов для исповеди. Так это я погибаю, а не мой муж. Отношения у меня плохие не с мужем, а с Господом. Терзают мои внутренности не грехи мужа, а мои собственные. Это Бог так сделал, чтобы указать мне на погибельный путь, которым я шла. Пользуясь случаем, я каюсь пред вами за осуждение вас. Негоже подсматривать за другими. Лучше обратить внимание на свои собственные грехи. Каюсь и еще раз каюсь и прошу прощения. Слова Господа очень подходят к моей ситуации. Яков 1 глава. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытания вашей веры производят терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. После исповеди я впервые за 12 дней поела с аппетитом. Слава Богу! Прошу ваших молитв за мужа и за меня. Я была отвратительная. Сильно полюбила мужа и надеялась все поправить. Но если все от Бога, то он силен все поправить. Как вы думаете? Дайте совет. 1 Коринфянам 10.13 «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Матфея 25 глава 15 стих «И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе». Стихотворение Сто раз измену можно пережить от мужа, от жены и от детишек. Жизнь выкинет такие виражи. Захочется сокрыться там, где тише. Оглубленная внутренность кипит и ищет выхода в скандалах и в убийстве. Не нужно злобиться и злобу ту копить. Хотя был недругом бесчислено освистан. Пройдет и это. Философский сленг. Затянется еще при жизни нашей. Затянется. 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 Иди. Затянется. 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 погасли усопшая отмершая воскреснет прощение покрывало чище снега к изголодавшимся не сшел любви опреснок провозглашенный альфой и омегой с иисусом все измены только тень того что без него бы приключилась ростками брызнет увлажненный пень а влага глаз как знаем тоже милость 9 марта 2006 года игла игнатий лапкин богу нашему слава во веки веков аминь то есть это оживление этих вопросов а